На интеллектуальную игру «Эрудиция» зарегистрировалось 14 команд из разных цехов предприятия, плюс сборная студентов авиаметаллургического техникума, который гостеприимно предоставил игре свои площади. Ведущая игры, начальник отдела коммуникации ВСМП Ольга Котельникова, ввела новичков в курс дела. Участникам предлагалось пройти 12 этапов, ответить на вопросы из области истории, географии, международной политики, русского языка. Организаторы подготовили задания на смекалку и сообразительность. Например, за определенное количество времени требовалось вернуть словам и фразам истинное значение, подобрать верные трактовки к редко употребляемым словам. Ребята не сдавались ни на секунду, а с каждым новым вопросом интерес к игре только возрастал. 32-й цех, он у нас самый умный, самый эрудированный. И, как сказать, нас много и в нас тоже всего очень много. Немало сложностей вызвали задания из школьной программы. Определенная география. Вообще география и история. Просто потому, что это очень большие объемы информации, которые по сути логически никак друг с другом не связаны. И это вот чисто на запоминание это сложно. Цех номер 10 в СМПО представляли три команды. Среди активных участников мы заметили начальника научно-технического центра Виктора Ситрова. Не смог прийти шестой игрок, меня пригласили. Я согласился с удовольствием. Вопросы, ну да, сложные вопросы. Я думаю, мы справимся и победим. Самыми замысловатыми стали контрольные вопросы, каждый из которых имел свою цену. Команды делали ставки от 10 до 40 баллов. Если ответ попадал в яблочко, сумма ставки прибавлялась к общим очкам команды. При ошибке вычиталась. Нестандартный подход, внимание к деталям и, конечно, начитанность участников игры помогали разгадывать эти ребусы. В результате двухчасового марафона на определение IQ и сообразительности третье место заняла команда общества с ограниченной ответственностью из цеха номер 10. Серебро также ушло в научно-технический центр. Его завоевали умники и умницы команды 50 на 50. А самой смышленой оказалась молодежь из цехов номер 1, 2 и 16, которая сформировала сборную под весьма символичным названием «Эрудиты». Субтитры создавал DimaTorzok